Привет, Таня. Привет, привет. Вообще всех очень рад видеть. Да-да-да, клёво. Ну что, Сева, как у тебя дела, как настроение перед докладом? Слушай, вообще настроение огонь. Очень рад вас видеть. Таня, Юра, вас, зрители, всех очень рад вас видеть. Давно я не выходил как-то в эфиры, и очень так приятно оказаться вновь в экране. Да, немножко загрустил. Да не может быть, чтобы ты загрустил. Слушай, а вот я тебя хочу спросить, а что ты думаешь по поводу нашего первого доклада? Слушай, я честно ждал этот доклад в прошлом Гизенбаге, еще на предыдущей конференции, потому что мне очень понравилась тема. Она довольно такая необычная, и на эту тему вот мы только что с Юрой разговаривали, типа, зачем кому-то знать, как тестируют IDE или там какую-то десктопную штуку, которые, ну, довольно редко люди занимаются тестированием десктопов. А для меня вообще этот доклад довольно уникальный, потому что таких докладов в Ютубе вообще не найти. По факту я так подозреваю, что есть общие механики для тестирования десктопа и UI, то есть вот как раз узнаем вот у Юры, так ли это, и вообще как это происходит с десктопом. И мне кажется, там много можно почерпнуть и просто даже для веб-тестирования из тех подходов, которые используются в тестировании IDE. Ну и вообще продукт, которым я постоянно пользуюсь, многие это прям очень интересно. Ну да-да-да, то есть мне кажется, особенно клево то, что многие пользуются этим продуктом, и можно прям вот во все потроха вовнутрь заглянуть и вот от живых экспертов узнать, что там да как. Да, это очень прям классно. Юра, ну вот ты расскажешь нам, почему у меня постоянно, ну, когда мы, знаешь, пишем какой-то код, у нас постоянно что-то зависает, и что с этим делать, почему у нас все падает, ломается. Мы же покупаем идею за деньги, и, ну, все равно что-то падает. Ты вот про это сегодня расскажешь. Да, спасибо вам большое за то, что вы пользуетесь нашими продуктами, вот всем, кто пользуется и идеей, и PyCharm, и другими нашими идеями. Вот сегодня я попытаюсь вам рассказать, каким чудом мы вообще все это выпускаем, тестируем, и как это посмотрим, а вообще оно как может вообще работать, или может быть оно не должно было. Нет, ну это немножко грустно, если оно не может работать. Нет, все там в порядке, но мы поиронизируем над собой, как бы попытаемся вам рассказать, в каких условиях мы находимся, что мы делаем для того, чтобы делать качественные продукты, и насколько мы вообще можем это делать, насколько сложна у нас задача. Да, я так подозреваю, что можно будет прямо в чатик писать, я буду зачитывать ваши вопросы. Юрий, по ходу доклада можно прямо бомбить ваши вопросы, и, наверное, Юра по ходу доклада будет на них отвечать, поэтому вообще не стесняйтесь поучаствовать в докладе. Да, мне кажется, у нас должна получиться очень-очень такая живая дискуссия, такая не совсем стандартный доклад, а вот как будто бы вы прямо в прямом эфире общаетесь с Юрой и Севой. Вот, я думаю, будет очень клево. Мы в прямом эфире общаемся, в этом-то и дело. Супер. Так, ну что, давайте, наверное, начинать. У нас есть много всего интересного, чтобы обсудить. Так, поехали. Значит, доклад у нас называется «Тип автоматического тестирования в IntelliJ IDEA». На самом деле доклад не только про IntelliJ IDEA, как вы могли догадаться, а также про все наши IDEA. Мы делаем много разных IDEA, там PyCharm, GoLand, DataGrip, очень много продуктов всяких, и все они переиспользуют много общего кода. Поэтому речь пойдет про все JetBrains IDEA, вас не должно смущать IntelliJ IDEA в названии. Так, кто я вообще такой? Я работаю как раз в команде самой IntelliJ IDEA и разрабатываю различные плагины и механизмы VDE для поддержки ваших любимых Java технологий. То есть в основном я работаю над Java фреймворками, но и не только. Вот. Наверное, для нашей аудитории, Гизенбага, больше всего представляет интерес моя работа над Selenium плагином. Если вы пишете автотесты для UI, для WebUI, да. И я также поддерживаю плагин для BDD тестов под названием Gage. Вот. Поэтому если вы пользуетесь первым или вторым и чем-то недовольны, смело кидайте в меня тапком, пишите в чат, что там плохого, нехорошего, что не работает в IntelliJ IDEA для вас, когда вы пишете тесты. Вот. Вот мы ваш фидбэк очень ценим, любим. Пожалуйста, вкидывайте. Вот. Так что я, наверное, правильный человек, чтобы обо всем этом с вами поговорить. Так. Сегодня мы с вами попробуем посмотреть, из чего вообще состоят наши IDEA. Как-то из чего сделаны мальчики, из чего сделаны девочки. Там из конфет, из паровозиков, не знаю, из всего разного. Вот. А также попытаемся понять, а что там вообще тестировать. Да. Казалось бы, IDEA это такой монстр страшный. Как вообще хоть что-то там можно протестировать. Вот. Я расскажу про разные виды тестов. Наверное, не успею рассказать вам про performance-тесты. Это немножко выходит за рамки нашего повествования. И performance – это такая большая очень тема. Я вам советовал посмотреть доклады, например, Андрея Акиншина и других коллег от JetBrains про performance-тесты. А сегодня мы посмотрим на разные всякие тесты именно логики. Да, такой вот корректности исполнения и самого продукта. Вот. И также расскажу про UI-тесты, про то, как мы вообще работаем и как нам удается делать продукты. Вот. Так. И самая важная часть этого доклада, если бы я попросил вас запомнить из всего доклада как-то два слайда, да. Вот первый слайд был бы про то, зачем это вам. Наверное, этот доклад интересен тем людям, которые хотели бы разработать плагин какой-нибудь к нашим продуктам, да. Например, к IDE или к PyCharm или к другим IDE. Если вы хотите просто посмотреть, как тестируют другие команды, это тоже может быть интересно. Какие продукты, библиотеки, подходы к каким-то техническим деталям. Тоже покажу все, что мы используем. И еще просто можете что-то узнать новое про IDE. Я покажу кишочки всякие, покажу какие-то настроечки не очень документированные, да. И вы, может быть, просто уже что-то узнаете про ваш инструмент ежедневный и там лучше будете его понимать. Это как вот мы кошек с собаками стремимся понимать, и IDE тоже можно понимать как-то. Вот. Так. Давай, Сева, с тобой прикинем. Вот, Сева, что ты здесь видишь? Вот такая картинка выводится. Вот расскажи, что ты видишь здесь? Я, во-первых, вижу, что ты почему-то используешь светлую тему, что вот, например, для меня непривычно. Ты сейчас сразу пробуй. Ну, слушай, нет, я понимаю, что визуально для того, чтобы демонстрировать код, белая тема реально топчик. И, слушай, я хотел тебя попросить чуть-чуть подальше микрофончик сделать, а то вот у меня прям вот в уши как-то, не знаю, как у вас, ребята. Сори, сори. Ну, чуть-чуть. Да, а так вообще отлично. Хочу сказать, что вижу, что еще вижу. Так, я попытаюсь тут приблизить. У тебя, видимо, какой-то проектик. Ну-ка, подсказывай мне, что там у тебя я плохо вижу. Ну, вот смотри, вот я самое главное, что вижу, вот в центре какая-то такая большая фигня, да, где какой-то код. Вот. Ну, обычно в наших продуктах люди пишут код. Вот. И вот первое, что обычно, наверное, вы видите, это какой-то эдитор. Там куча какого-то кода вашего на каком-то языке программирования. Это, наверное, то, чем чаще всего вы пользуетесь, если пишете в наших продуктах какой-то код, да. Еще, наверное, вы могли заметить какие-то панели здесь. Видишь, да, вот какой-то такой кусочек у нас есть. Где-то какие-то там списки, какие-то деревья, что-то там тоже такое есть. Вот. И вообще их как бы не одна, вот их много, вот снизу какая-то еще там хрень, видишь, выводятся там какие-то выводы чего-то. Наверное, что-то мы запустили. Это я просто, вот нижнюю штуку слушаю. Я, например, как терминал обычно использую, а левую я Command 1 все время закрываю, потому что кажется, что она только пространство есть. Да, это довольно частая история, что много всего можно спрятать и вообще не видеть ничего, кроме редактора, да. Но, наверное, ты иногда все-таки взаимодействуешь с этими панелями как-то, да, терминал там запускаешь или еще какие-то штуки. Справа есть тоже какие-то панельки. Вот у меня там какой-то Gradle открыт, да, какой-то Build там можно запускать. И вообще тут еще куча всяких. Вот там меню где-то есть, его, в принципе, не так часто используют профессиональные разработчики и тестировщики, но он там есть. Как бы существует такая штука под названием меню. И тут вот еще какие-то тоже элементы управления. И вот еще тут. В общем, много всего нагромождено. Такой реально монстр. Продукт-монстр. Много-много всего. Вот. И я вот попытался такие вот блоки нарисовать, чтобы примерно прикинуть, а что наши пользователи вообще используют. А, соответственно, а что вообще нужно тестировать в ADE. Да, вот все вот эти вот кусочки, которые мы с вами видим, примерно-то и надо, наверное, тестировать, раз их пользователь видит и с ними взаимодействует. И вот если примерно прикинуть этот самый список, вот такой вот он и будет, да. Есть эти самые меню, есть какая-то вьюшка проекта, есть редактор. Вот я даже его подсветил. Редактор – это самая наша сила, самое наше главное место, где мы пишем код. И куча еще всяких там штучек сбоку. И когда мы хотим протестировать ADE, наверное, мы должны вот примерно так и расставлять приоритеты, да, что редактор – это самая главная часть вообще ADE. Там люди пишут код. И уже все остальные вещи, они немножко более второстепенные, да, но все-таки используются. Вот. Вот об этом все мы сегодня с вами поговорим и попытаемся понять, как вот все вот эти элементы, которые мы с вами видим, протестировать. Потому что на самом деле все-таки ADE надо тестировать. Вот ты не находишь сила? Может быть, не надо было? Слушай, ну я вот про элементы тестировать. Я в последнюю очередь думаю, если честно. То есть мне очень важно понять, что вот какую функциональность протестировать. Мне кажется, что вот от функциональности нужно плясать. А как там, значит, у тебя подсвечивается, не подсвечивается в редакторе, нажимается кнопка, не нажимается – это уже, наверное, дело такое. Ну, то есть ты там как-то с этим ты справишься. Да, ты совершенно точно прав. Мы говорить будем очень много о тестировании не самого как бы UI напрямую, да, разных всяких составляющих частей, в том числе там лексеров, парсеров и разных других механизмов. Не только вот то, что пользователь видит, но и то, что под капотом сегодня обсудим как раз. И давайте пойдем примерно прикинем, а из чего состоит IDE. Вообще IDE очень большой продукт, в нем много подсистем. Вот у меня какой-то список тут даже набрался их. И самая главная вещь, которую стоит знать про IDE. IDE состоит из плагинов. То есть IDE – это набор каких-то плагинов, там, не знаю, Java-плагин, не знаю, Python-плагин какой-нибудь, или там Selenium, допустим, плагин. Это все какие-то функциональные части, из которых слеплен наш продукт. И вот их там целая пачка IDE у нас есть, таких IDE Ultimate, PHP Storm, RubyMine, DataGrip и другие. И они как из кубиков собираются из вот этих вот самых плагинов. Так примерно представляем, что вот склеили там из Java, Groovy, Kotlin и других плагинов IDE Ultimate, PHP Storm, там Java нет, другое все есть. Вот это такое представление, которое важно понимать, что IDE – это не монолитный такой продукт, не что-то такое одно, как там одно приложение. Нет, это много-много-много кубиков. И давайте вот теперь попробуем подумать, как эти самые кубики могли бы тестироваться с точки зрения того, что вот пользователь видит и что он будет использовать. Самая первая вещь, которую люди делают – это создают проекты. Вот, Сев, ты вообще VDE-проекты создаешь? Или, может быть, ты на GitHub их копируешь? Слушай, нет, я создаю VDE-проекты и VDE в смысле Intel GID, и в AppStorm, и в GoLand, в общем, везде, во всех IDE я создаю проекты. И даже пользуюсь плагинами, которые встроены. Ну, например, там вот у вас очень популярный среди Java-разработчиков Enterprise плагин с Spring Starter, который позволяет сразу законфигурить все. И вот в последнем релизе мне очень понравилось, что добавили плагин с Selenium для того, чтобы просто начинать проект с тестами, потому что вообще каждый раз большая проблема была с тем, чтобы просто вот этот весь Selenium, все это собрать в MyWin проект, все там правильно, насоздавать эти папочки, и это на самом деле так вот довольно люто выглядело. А теперь просто пару кнопок, и все. Ну, в общем, это классная штука. Ну да, это вот важный момент, то, что люди создают проект, вот, потом они, наверное, редактируют код. Ну, так вот случилось же, да, что разработчики, тестировщики, и много кто вообще в IT пишет код. Из интересного у нас, например, маркетинг-менеджер в JetBrains пишет код. Вот, серьезный человек берет IntelliJ IDE и пишет блок-посты в Markdown или там в другом, не знаю, в HTML прямо, да, прямо для блога сидит человек в IntelliJ IDE и с должностью менеджера, и вполне себе пишет код. Вот, так что код пишут не только разработчики с тестировщиками, а и разные всякие люди. Рефакторинг делаем мы там периодически, наверное. Если вы еще не делаете рефакторинг, тогда мы идем к вам. Вот, как-то мы за вами придем, и вам не понравится, что за вами пришли. Куда-то мы этот код коммитим на GitHub какой-нибудь, или какой-то еще гид, да, собираем его, запускаем, отлаживаем, ну и вообще много всего. Рано перелеснул, это был спойлер. Ну, в общем, много всего люди делают в IDE. И, наверное, как-то это можно тестировать, и если мы с тобой подискутируем, да, вообще какие тесты писать. Вот много же, да, разных видов тестов. Там модульные тесты, функциональные тесты, интеграционные тесты. Наверное, надо начать с модульных тестов. Вот, Сев, ты начинаешь с модульных тестов? Слушай, я знаю, что очень часто, если бы вы делали идею только вот вчера, начали этот продукт, то, скорее всего, вы бы начали, я так подозреваю, с интеграционных тестов, поскольку хотели бы сразу быстренько все проверять от нуля, от бэкэнда до фронтэнда, и как это происходит. Вот, но я так подозреваю, что ты намекаешь на подход с модульными или компонентными тестами, значит, как назовешь. Как повернется. Все так. Ну вот мы с тобой на эту тему спорили как раз в прошлый раз. Вот. Ну да, с этого подхода, мне кажется, довольно зрелые ребята начинают тестирование, потому что как раз позволяет тебе проверить всю функциональность, неотделяемо, значит, как юнит-тесты. Ну вот тут как бы давайте примерно начнем говорить как раз про модульное тестирование VDE, да, и что можно было бы там тестировать при помощи модульных тестов. На практике модульные тесты VDE можно писать иногда. Да, вот. Как-то у нас есть вот такая вот гифка, да, показательная, в которой, ну, модульных тестов, очевидно, два, а интеграционных тестов ноль. Вот. И когда ничего не получилось. И реально мы иногда пишем модульные тесты. Но сегодня мы практически про них с вами говорить не будем. Потому что их реально мало. Их пишут очень ограниченно наши разработчики. Я хочу поблагодарить команду IntelliJ IDEA вообще за то, что люди пишут тесты, команда пишет много тестов. Мы не очень много пишем модульных тестов, но всяких других тестов пишем много. Вот. И мы будем в основном говорить не про модульные тесты. А про какие сейчас отойдем. И второй аспект, почему мы модульные тесты не пишем. У нас VDE, вот эта вся сборная солянка из плагинов, про которую я вам говорил вот на предыдущих слайдах, да, она вся зависит друг от друга. То есть разные плагины, они очень сильно связаны. Например, если поговорить про Selenium плагин, он, например, зависит от Java, потому что Selenium это Java технология. В Selenium вы знаете, что есть CSS-селекторы и XPath-селекторы. Тоже Selenium плагин должен про них как-то знать. Он, например, интегрирован с Selenoid и нужен Docker, чтобы запускать Selenoid. Ну и, например, он создает проекты на Maven и Gradle. И тоже нужно как-то знать про это все. И получается, что один плагин, вроде бы вот Selenium плагин, такой небольшой, он зависит от кучи плагинов и кучи подсистем VDE. Такой, знаете, монстр такой Франкенштейна, да, у него там из разных частей что-то там проникает. Вот. Таких продуктов, которые состоят из множества-множества плагинов, на самом деле много. Ну вот, Сем, вы, например, Jira пользуетесь? Вот есть у вас Jira? Да, конечно, куда без Jira. Там же можно кучу задачек заводить и вот это все. Ну и я думаю, что многие, кто с нами пользуются Jira, наверняка пользуются там еще плагином Zephyr, которым в общем-то скейс-менеджмент делают. Ну, в общем, да, Jira, да. Вот. Ну и Jira, как вы знаете, тоже, например, состоит из кучи-кучи плагинов. Они тоже как-то связаны, как-то коммуницируют. И таких как бы примеров, на самом деле, наберется очень много. Что какие-то системы очень сильно состоят из разных там взаимосвязанных частей. А вот какие тесты мы пишем и про какие мы сегодня будем подробно с вами говорить, мы называем их функциональными тестами или там функциональными тестами модели в наших IDE. И они выглядят так. Это тесты, которые запускают какие-то реально части под системой IDE без UI. То есть важная вещь, UI там нет, UI не нужен, не надо его стартовать. Он там может быть тяжелый какой-то или медленный. Он там не нужен. Без UI запускаем тест. Это тесты, которые используют настоящие компоненты, настоящие части IDE, такие, как были бы в запущенном продукте. Как если бы вы просто писали в ней код. Настоящая там виртуальная файловая система. Настоящий редактор без UI. Настоящая там подсистема сборки, отладки. Там все как будто бы оно есть, но с отрезанной головой. Знаете, такой всадник без головы. Он вроде бы едет, но без головы. И тут мы тоже такой подход используем. И тесты, которые мы пишем, они проверяют какой-то один понятный сценарий целиком от и до. Допустим, сборка. Тест реально берет и собирает проект. Или там рефакторинг. Тест по рефакторингу выполняет целиком рефакторинг какого-то кусочка кода. И при этом мы тестируем не отдельные какие-то функции, не отдельные какие-то классы, а вертикально одну целую функцию. От запуска действия пользователем и до изменений на диске, до изменений в файловой системе, где-то еще. Это вот примерно, какие тесты мы пишем много. Я постараюсь вам тоже показать, как писать. И часто спрашивают люди, вот мы написали плагин, а как его протестировать? Вот первый вид тестов, который вам стоило бы написать, если вы написали плагин, это вот такой функциональный тест. И мы сейчас посмотрим как раз, как их написать. Но прежде чем дальше пойдем, я вот хотел вам до конца прояснить вот эту ситуацию с тестами. Как я уже сказал, юнит тестов у нас немножко, так вот чуть-чуть. Вот видите, там такая вот палочка справа у нас есть под функциональными тестами, под зелеными. И у нас очень много функциональных тестов. Реально их писать очень дешево, их нужно писать очень много. Они быстро исполняются. Почему быстро исполняются, я еще сейчас покажу, почему они быстрые. И мы их пишем каждый день. Вот берем эти функциональные тесты, много-много-много делаем. У нас, в общем, пирамиды нет, пирамида не вышла, как это все фигня, переделывай. Вот, получилась елка. Ну, во всяком случае, я ее так нарисовал. Вот. Так. Давайте. Юр, да. Вот, кстати, про пирамиды постоянно почему-то говорят. Это, конечно, такое, да. Постоянно все про пирамиды. Слушай, я хотел тебя прервать, просто пару вопросов задать. Тут ребята спрашивают. Значит, Анастасия спрашивает. Вот, есть ли интеграция с Jira Adaptavist у идеи? Я не знаю, пользуешься ты или нет, но, может быть, ты знаешь. Насколько я знаю, у нас у самих нет. Возможно, есть в стороннем плагине. Вот, загляните в наш плагин Marketplace. Вот, посмотрите, возможно, кто-то из разработчиков уже выкатил. Вот. Я знаю, что такие разговоры там в комьюнити шли. Может быть, уже есть интеграция вот для того, что вы хотите. Да, спасибо, Анастасия. И следующий вопрос. Вот тут есть от Андрея Солнцева вопрос. Как вы относитесь к идее, когда в зависимости от режима IDE или debug сама IDE прячет или показывает нужные панельки? Ну, например, как в Eclipse. Ой, да. Мы считаем, что это такая спорная идея. Вот. И поэтому единого подхода у нас к этому нет. И мы стараемся не нарушать естественный порядок работы разработчика. Поэтому сами панельки у нас ниоткуда не выпрыгивают, никуда не запрыгивают и не ведут себя, как в Eclipse. Вот. Это такой дизайн-десижн, который был сделан очень давно. То есть еще там идея сейчас 20 лет уже практически продукту. И, не знаю, мне, например, не нравится в Eclipse. У меня персональные отношения. Вот эти перспективы, да, которые в идее перепрыгивают там куда-то что-то. Я каждый раз пугаюсь. Вот. Если мне вдруг нужно что-то там в Eclipse или, например, в Eclipse Memory Analyzer что-то поделать, да, я перспективами не пользуюсь, вот, не очень люблю их. Вот. В принципе, вы можете эмулировать эти штуки, если вам очень нравятся перспективы, да. У нас есть лейауты, которые можно запоминать в идее. Вот. И можно себе много лейаутов запомнить и переключаться между ними. И вы получите функциональность как у перспектив. Супер. Да. И тут последний вопрос, который сейчас есть. Володя Сидников пришел и спрашивает. А есть ли смысл в таком без UI, в котором вообще все остальное все есть, да, чем помогает это самое отсечение UI? Да. Это отсечение UI очень важно с точки зрения скорости тестов. То есть тесты реально бегут очень быстро без UI, да. Мы очень мало задействуем там памяти, им очень много тестов запускать. Можем там вместе, да, целой пачкой. И на самом деле у нас не то, чтобы дофига UI, вот так, если грубо очень говорить, простите меня, мой французский. Если вот вернуться к картинке, которую мы смотрели, да, вот здесь. Самое главное место, которое вы видите обычно, это редактор. И в редакторе кода не то, чтобы есть много какого-то UI. Это в первую очередь документ. Вы пишете там код. И поэтому большинство тестов нуждается именно вот в этом компоненте, в редакторе. Но отрисовка совершенно не важна, потому что отрисовку мы отдельно можем протестировать отдельным видом тестов. Я тоже сегодня покажу такие тесты, которые тестируют отрисовку, там шрифты, иконки, всякое такое разное. А самое главное, что нужно тестировать, это разбор, синтаксис, подсветка, автодополнение, инспекции. Вот все те механизмы редактирования, которые вам нужны каждый день. И поэтому, отделив UI-тесты от функциональных тестов, мы можем протестировать большое количество подсистемы DE, и при этом не затормозить как бы на написании вот этих сложных, долгих UI-тестов, которые писать дороже, намного дороже, чем функциональные. Вот. Так, ну я постарался. Да, спасибо тебе. Я напоминаю, ребят, закидывайте вопросы, мы вот вживую, точнее Юра отвечает, я задаю ваши вопросы. В общем, заходите в чатик, в Телеграме, спрашивайте вопросы. Набрасывайте, обсудим. Набрасывайте, набрасывайте. И я вот Юру же с нестерпением так хочу посмотреть эти примеры, мне кажется, что ты вот хорошо рассказал концепцию. Давай туда. Да, поехали. Первый вид как бы тестов, который я хочу вам показать, рассказать, это эти функциональные тесты как раз, да. Давайте представим, что вы пишете какой-нибудь код, в котором есть регулярные выражения. Вот, Сева, ты же используешь регулярные выражения, да, у себя. Ну да, стараюсь не использовать, ты прав. Да, это хорошо. Ну давайте представим такое, что вот у нас есть Java файл, да, и мы там, не знаю, вот какой-нибудь pattern compile зовем, да, какой-то код на Java, который использует... Ой-ой-ой. Pattern, compile. И вот здесь мы с тобой знаем, что можно писать регулярку. Ну какой-то вот az09, вот регулярка, да. Казалось бы. Вот здесь мы знаем, что нужно использовать какие-то особенные операторы для регулярных выражений. И на самом деле вот эта вот часть, вот этот кусочек, это код на языке под названием regExp. То есть это целый язык какой-то, и он очень сложный, там много всяких наворотов, его нужно тоже как-то тестировать. Потому что, ну, там есть подсветка, там есть какие-то инспекции, вот я могу там, например, ошибиться, что-то там не доделаться. Вот видишь, идея говорит, ты там забыл закрыть какой-то там character. Все это нужно тестировать. И на вот этот язык мы пишем грамматику, ее нужно тоже как-то тестировать. Давайте я вас напугаю, попробую вам показать, как выглядит грамматика вот такого языка. Вот регулярное выражение, вот такой огромный файл у меня есть, в котором описываются разные вот эти компоненты этого языка регулярных выражений. Эта грамматика довольно страшная. Как тестировать? Непонятно. Вот, казалось бы, мы же не будем, да, запускать IDE каждый раз, вводить туда регулярку. Вот, представляешь, меня как бы вручную тестирую еще вот это вот все. Вводим, значит, проверяем, что тут правильно, я с ума сойду, прежде чем это сделаю. Поэтому мы пишем специального вида тесты на вот эти самые регулярные выражения. Как они выглядят? Ну, тесты выглядят не очень сложно. Вот есть такой вот базовый класс, называется ParsingTestCase, который содержит в себе специального вида объект под названием фикстура. Давайте я про эту самую фикстуру расскажу примерно. Фикстура – это такая модель IDE в памяти. Как мы уже говорили сейчас, UI мы не будем тестировать в функциональных тестах. Мы хотим работать с моделью IDE, как будто она есть в памяти. И большинство тестов, которые у нас есть в функциональных, они принимают на вход какой-то файл, что-нибудь с ним делают, подсвечивают или инспектируют, или автодополнение зовут, и сравнивают один файл с другим как результат и ожидаемый actual. И вот эти самые фикстуры – это такие вот интерфейсы, Java интерфейсы. У нас IDE написано вся на Java. Если вы хотите написать какой-то плагин, вам, наверное, нужно знать Java. И там вы найдете в этих самых фикстурах редактор, файл, положение каретки. Вот то, как представляется в памяти модель нашего редактора. Давайте пойдем сюда, в наш тест. Ну вот, такой тест, в нем можно, в принципе, пробовать писать вот эти самые фикстуры. Здесь есть какие-то разные доступы к проекту, к языку, к остальным всяким компонентам. Но даже это не нужно. В простейшем случае вот такой вот тест, который проверяет, насколько мы можем распарсить наше вот это регулярное выражение, нам даже это не требуется. Вот этот самый парсинг-тест-кейс сделан так, чтобы вам было просто тестировать разные всякие парсеры. И поэтому все, что здесь мы делаем, мы зовем вот разные варианты вот этих вот регулярных, какого-то кода, в котором мы выполняем вот такую вот логику. Создаем файл, делаем парсеру parse, пожалуйста, и сравниваем результат, что у нас ожидается вот такой вот результат при разборе. Давайте примерно покажу вам, что получается, если разобрать эти самые тесты. Давайте в тест-дату пойдем. Это у нас тест на RegExp, на PSI, нет, Lexer. А получается, что вы тест-дату вот храните отдельно, да? Я смотрю по структуре проекта. У вас отдельно тест-дата лежит, отдельно вот, значит, такие общие классы, в которых вся логика и отдельно уже сами тестики, в которых вы просто вызываете с нужной тест-датой эти тесты, правильно? Да, у нас на самом деле есть два подхода. Есть старообрядческий такой подход, когда мы тест-дату кладем отдельно, значит, Java отдельно. Вы знаете, может быть, что до Java 14 в Java не было возможности писать текстовые блоки, и было очень неудобно писать вот такие многострочные примеры в Java. И поэтому, если тест на Java, он, например, тест-дату содержит отдельно. Но если мы с вами откроем какой-нибудь новый тест на Kotlin, например, Spring, KT, не знаю, давайте, класс аннотатор-тест, в этом случае мы можем, например, тест-дату прямо в коде писать в виде блоков. И, наверное, на новой Java мы тоже так можем делать, если мы возьмем Java сейчас 15, перейдем на нее в какой-то момент, то мы сможем писать тест-дату тоже в коде. То есть это как бы зависит от того, как нравится разработчику. Часто делаем и так, и так, можно и тест-дату написать и в коде, и отдельно положить. Плюс отдельный тест-дата еще в том, что ее можно легко обновлять. Если тест упал, то у нас есть возможность обновить тест-дату в один клик буквально. Если дойдем сейчас до запуска тестов, я, может быть, вам покажу, как обновлять такую тест-дату. Ну, то есть в итоге из чего у нас такой тест состоит? Де-факто это обычный вот такой тестовый метод. Здесь вот какой-то кусочек мы парсим и ожидаем, что у нас распарсится вот что-то здесь. Вот в такой вот структуре. Вот эти вот названия – это названия токенов в языке регулярных выражений. Вот так это выглядит. А вот сейчас к вам вопрос. Вот видите, какой у нас такой тут тест всякий разный. Вот как вы думаете, какой тестовый фрамворк использует IntelliJ IDEA? Вот можете нам накидать как бы в чат там, не знаю, TestNG у нас или там JUnit 4 или JUnit 5, а может мы там свой написали. Мне вот интересно как бы, догадаетесь вы или нет, что в IntelliJ IDEA используют для написания автотестов. Вот насколько мы продвинем. Запустим опросник, а я пока как бы расскажу еще, на что мы такие вот похожие функциональные тесты пишем. Очень много подсистем, вот Володя Ситников спрашивал, да, что вообще можно протестировать такими тестами. Вот большой-большой список действий и каких-то подсистем, которые не требуют на самом деле UI подсистемы отдельной запущенной. Это и лексеры, и парсеры, и хайлайтинг, и автодополнение. И вот на все это можно в принципе написать тест так, чтобы не запускать UI. Вот, то есть много-много всего можем покрыть. Например, вот на картинке здесь появляется комплишн какой-то, да. Вот такой комплишн можно легко протестировать, не вовлекая сюда UI в принципе. Вот, давайте попробуем посмотреть, как такой тест вот на автодополнение тоже можно было бы написать, и что там для этого вообще надо. Вот, так, давайте я вернусь в наши тесты. Вот, и мы с вами поговорим про тесты на автодополнение. Вот. У нас есть здесь тоже базовый класс для тестов, называется там Light Java Code Inside Fiction Test Case. Но это как бы детали, которые не сильно вам нужны, да. Самое важное, что здесь нужно знать, это вот то, как мы эти тесты пишем. Есть вот эта самая фикстура, то есть тот объект, который представляет из себя запущенную IDE в памяти, при помощи которой мы создаем файлы. Вот берем, прям пишем configure file by text, даем этому файлу имя, и вот здесь пишем какой-то кусочек, вот то, что там должно быть. Вы, кстати, могли заметить, вот Сева, ты видишь, что тут какая-то подсветка есть? Вот ты вот пользуешься такими штуками в IDE, чтобы там вот подсветочка была где-то в каких-то кусочках? Слушай, честно, я вот именно такой штукой не пользуюсь. Я не знаю, мне вот когда... Я не очень люблю, когда очень много разноцветного, если честно. Поэтому я стараюсь не пользоваться. То есть мне нравится вот идея там с отступами, да, и когда ты автоматический код-формат делаешь, мне вот этого достаточно, вот отступов видеть, как что происходит, ну и сам код я стараюсь писать кусочками, ну то есть разделяю их. Поэтому такой штуки нет, но расскажи вот про use case. Да, use case, что видите, тут какой-то кусок на языке, на каком-то, например, на джаве, да, и его хотелось бы как-то тоже редактировать с учетом вот того, что здесь джава какая-то валидная. И такую штуку очень легко получить в любом месте в коде. В IDE достаточно написать такой коммент. Вы можете в любой нашей IDE написать в комменте language равно и название языка, которое у вас тут присутствует, ну в моем случае джава, да, и IDE поймет, что вот этот код надо тоже распарсить, подсветить и показать там, если ошибки какие-то есть, да, например, я не закрою там какую-нибудь вот скобку, да, у меня вот тут появятся все инспекции, и я буду знать, что тут должен быть валидный какой-то код на джаве. Вот, мы очень широко это используем, и нам нравится, что можно подсветить себе всякий такой код. Ну так вот, создали мы с вами такой вот файл, да, вот с этим вот кодом на джаве, допустим, какой-то Selenium, и здесь, вот видите, мы взяли и поставили такой вот служебный символ в таких каретках XML-ных, да, в этих, в кавычках, с названием карет. И IDE, когда будет такой тест запускать, сюда поставит в памяти как раз каретку ввода. То есть вот этот вот карет, это не текст на джаве, да, это вот куда каретку надо поставить. Я, в принципе, могу ее поставить и вот так, например. Вот, немножко будет невалидная уже джава для меня, но это как бы неважно для теста. Мы вот ставим сюда каретку. Затем мы хотим позвать автодополнение. То есть мы же автотест на автодополнение пишем. Вот, надо его как-то вызвать. В этом нам тоже поможет вот эта фикстура, которая является дыркой в наши механизмы IDE. И попросим Complete Basic как раз позвать это автодополнение наше, из которого достанем все строчки. То есть возьмем вот все, что выводится в виде строчек, получим список вариантов. Ну и ожидаем, что там будет название баннер и мейн. Да, вот они, вот две вот этих вот штучки здесь какие-то есть. Ну, можем попробовать такой вот тест запустить, уронить, да, посмотреть, что там что-то работает не так. Вот давайте я его такой тест создам, запущу. Вот, давайте я вот так это сделаю. Укажу здесь другую немножко класс пэс. И запустим его вот так. Вот, здесь я отмечу, зачем я вот это делаю сейчас, да, зачем я меняю класс пэс. Я хочу запустить тест, в котором у меня будут присутствовать разные плагины. Не только один Selenium плагин, да, но мне еще нужен плагин для CSS, допустим, потому что я хочу протестировать CSS-селекторы. Мне нужен плагин для JavaScript, если у меня там JavaScript в тестах есть. И тогда я выбираю какой-то класс пэс, который включает в себя все эти плагины. У нас есть специальный такой модуль, который все это включает. Вот, я это все дело создам. И давайте вот уроним такой тест, увидим, что он там валится и говорит, что все не так, все плохо. Ну так что, отгадали, какой у нас там G-Unit? Слушай, тут не так много голосов. Давай я посмотрю, что у нас получилось. Пока были варианты, значит, G-Unit 4, 5, TestNG, и я написал еще свой велосипед, ну это я, конечно, произвольно. И из проголосовавших 38% за 5-й G-Unit, 8% за TestNG и 54% за свой велосипед. Включая меня, я тоже думаю, что вы написали что-то свое, не потому что это нужно, а потому что, ну почему бы и нет. Вера в человечество у вас есть, я смотрю. То есть вы в нас верите, что мы прогрессивные, что мы используем всякие новые технологии. На самом деле нет. Если вы внимательно посмотрите на этот код, вы обнаружите, что он использует синтаксис вот такой странный, в котором тесты начинаются с тест, и это G-Unit 3. Вот, дорогие мои, мы используем G-Unit 3, ничуть этого не стесняемся. Это на самом деле не так уж и важно для нас. Мы очень много, действительно много вокруг построили инфраструктуру своей для запуска тестов этих и всяких вот этих фикстур, которые позволяют нам все это тестировать. И большое количество тестов все еще написано на G-Unit 3, и есть новые тесты на G-Unit 4. Вот на G-Unit 5 еще даже не успели понаписать тестов. Вот, живем как бы вот так, и вполне себе не страдаем даже никак. Вот, но мне приятно, что вы в нас верите. Это подкупает. Да, тест наш упал. Вот, что мы здесь видим, да, вот мы видим эту разницу, что мы ожидали там вот такие вот элементы main, banner, а получили banner и main, да, вот она, эта разница. Вот мы видим, что она чем отличается, и вот наши тесты пробежали, там запустили всю нашу эту машину VDE в памяти. Вот, вот такой вот тест несложным написать вам в вашем плагине, да. Буквально мы создали файл, попросили какой-то экшен от VDE и сравнили результат. Вот, довольно прямолинейная логика, да, и не нужно там никаких плясок с бубнами, UI не нужен был никакой, а мы протестировали с вами реально completion, вот фичу VDE целиком, что оно комплитит там то, что ожидается. Так, тут я хочу вам рассказать еще немножко про какие у нас там есть механизмы для разработчиков, да, если вдруг вы пишете плагин и что-то вам требуется посмотреть, как оно ожидается от VDE, что там должно работать. У нас есть специальный такой режим работы VDE, в котором можно заглянуть за шторку, да, и посмотреть, а как VDE видит ваш код. Давайте я вам попробую показать этот самый механизм. У нас есть такая вот менюшка Tools, Internal Actions, и вот здесь всякие разные меню, в которые вы можете заглянуть, если что-то вам требуется. Например, поизучать наш UI или посмотреть на то, как ваш код выглядит с точки зрения IDE. Я вот могу запустить этот самый PSI Viewer и посмотреть на то, как распарсился мой код и что IDE здесь видит. Вот, то есть какие-то вот блоки и тот самый файл с регуляркой, да, который мы с тобой смотрели. Давай его откроем, вот этот Scratch Java, да, вот можно посмотреть, что это за код с точки зрения IDE. Давай вот заглянем сюда, вот здесь это расширим. И вот обнаружим, что вот на самом деле вот в этом месте у нас язык RegExp и какие-то вот структуры этой самой регулярки здесь мы видим. Вот. И вот этот механизм нам тоже здорово помогает в разборе каких-то проблем и в том, как потом написать даже тесты на это все. Вот. Я вам советую вот про такую вот опцию знать, что можно ее включить при помощи специального флага в VM Options IDE, и вы получите доступ к всяким разным интересным менюшкам. Например, к реджистри, который позволяет включить фичи, которые еще у нас в работе. Можно даже, например, узнать о каких-то фичах, которые еще не вышли. Вот. Можно заглянуть в реджистри и там чего-нибудь там себе повключать. Вот. Имейте в виду. Так. Про PSI Viewer я тоже сказал. Это такой специальный инструмент, который позволяет посмотреть на код глазами IDE. Вот. Довольно полезный, доступен тоже для разработчиков плагинов. Позволяет там посмотреть, вот как оно должно быть. Вот. Так. Про parser мы с вами поговорили. Про parsing test case. Это можно уже скипнуть. А вот дошла очередь про то, насколько тесты тяжелые вот наши. Да. Я говорил, что тесты вроде как быстрые, быстрые. Там UI типа нет, все хорошо. Но на самом деле видов таких тестов два. Есть легкие и тяжелые. Вот. Всякие вариации. Мы вот такие тесты делим на тяжелые тесты, которые создают проект на каждом тесте. Представляешь, запускается тест, да? И все делается с нуля. Создается там GDK обвязка, создается проект в памяти. Там настраиваются всякие штуки типа Maven и Gradle для него, допустим. И тестируются. Это такой вид тестов, которые нужны для критичных механизмов. Например, импорт проекта. Вот ты проект скачал с GitHub, импортируешь его, да? Это такой экшен, который mission critical, да? Он должен всегда отрабатывать. И тогда мы пишем вот эти heavy-тесты, которые долго запускаются и что-то долго делают. Это такие тесты очень похожи на такие суперинтеграционные системные тесты, ну, как я вижу. Или это не совсем так? То есть вы все-таки не… Ну, вот проект вы создаете… Ты говоришь, вот вы создаете… Как вот я буквально руками создаю проект VDE, да? Вот примерно то же самое делаете в тесте. Да, ты как раз прав здесь, что это вот такой тяжелый интеграционный тест, который все делает сам для себя, да? Всю инфру себе создает, никак ее не переиспользует. Вот для самого себя все сделал, все механизмы там подключил и что-то сделал. Такие тесты как бы очень полезные, ну, потому что они сверху донизу там все делают, но они медленные. Ну, потому что очень много там телодвижений, да, на то, чтобы это сделать. И как альтернатива им у нас есть лайт-тесты, которые мы рекомендуем как раз писать разработчикам плагинов. Они могут переиспользовать один и тот же вот проект, как бы один и тот же вот настроенный environment переиспользовать между многими тестами. И единственное, что у вас в этих тестах будет отличаться, это файлы. Вот какие файлы в этом проекте лежат, просто вот на диске, да? Вот, и в основном мы рекомендуем как раз такие тесты писать, вот эти самые лайт-тесты. Давайте посмотрим, как можно в таком вот лайт-тесте как раз себе определить проект и что-то в нем настроить. Эти самые лайт-базовые тесты, вот легкие, которые быстро отрабатывают, должны использовать специальный вот такой вот базовый класс, да, useful-тест-кейс у нас есть или у нас еще есть лайт-тест-кейс, в котором есть метод под названием getProjectDescriptor. Этот самый getProjectDescriptor может вернуть объект, который описывает, что должно быть в проекте. Например, selenium-проект вот у нас здесь, да, selenium-проект, что такое selenium-проект? Это какой-то вот лайт-проект-дескриптор, в котором есть selenium. Вот мы там подключаем, прям берем и добавляем selenium-java как библиотеку, вот прямо она у нас есть, прямо из мавина. Вот прям берем, что selenium-java должна быть в этом java-проекте, вот. И вот этот projectDescriptor, вот этот selenium-проект, вот во всех тестах, в которых он указан, да, он будет переиспользоваться и на диске создаваться еще раз не будет. Но насчет на диске я тут немножко привираю. На самом деле все тесты вот эти функциональные используют виртуальную файловую систему, и на диск файлы не пишут, то есть мы в памяти создаем временную файловую систему, и все, что вы создаете в тестах, мы держим просто в памяти. За счет этого эти тесты тоже очень быстрые, то есть они на диск как бы не ходят, не пишут, не считают, это здорово влияет на то, сколько тестов можно вообще запустить таких. Так, это мы поговорили про light и heavy, а вот теперь как-то, внимание, вопрос. Вот надо же, наверное, иногда что-то мокать. Сев, вы, наверное, что-то в тестах мокаете же, правда? Да, мокаем. Вот сейчас, если, не знаю, ребята из IT смотрят нас, то да, они, наверное, такие, да, мокаем. Мокаем, конечно, ну и, наверное, те, кто, значит, со спрингом работает, знают, что использовать. Но тут вот у тебя интересные есть варианты. Я подозреваю, ты хочешь сделать опросничек в Telegram? Да, я хочу. Давай, я это сделаю, и, может быть, извини, что я тебя прерву. Ну, тут вот от Александра, пока мы далеко просто от этой темы не ушли, от Александра вопрос есть. Как вы наполняете вариативность тестирования? Ну, например, в тех же регулярках или проверках зарезервированных слов самой DE. То есть есть ли какое-то подобное, подробное ТЗ, которое сам DE читает и, собственно, наполняет эту вариативность? А пока делаю опросничек. Давай. Да, наверное, вообще самый важный, самый полезный документ для написания автотестов на такие штуки типа парсеров, да, это сама грамматика. Вот важнее и нужнее ее нет. То есть вот у нас есть грамматика, в которой присутствуют все вот эти штуки. И мы стараемся довольно покрыть, чтобы все токены в тестах присутствовали, чтобы они все как-то парсились и что-то здесь было. А еще мы внимательно смотрим на правоприменительную практику. То есть вот как реально люди этим будут пользоваться. Мы смотрим на все опенсорсные проекты, в которых люди применяют тот или иной язык. Мы смотрим на примеры, которые есть в интернете, которые постоянно людьми используются. И пишем на них тесты, чтобы реально, если просто человек скопипастит пример, там все не развалилось в IDE. И пополняем вообще больше всего пополняем как раз наши тестовые вот эти кейсы, именно примерами из всяких туториалов, из всяких выступлений в том числе, как реально люди это будут использовать. Отдельно пишем кейсы на разные краевые случаи. То есть что мы знаем, что там, например, в регулярках обязательно закрывать ту же самую скобку, что вот она там обязательная. И надо и позитив, и негатив, и всякие разные кейсы покрыть. Баундари мы отдельно покрываем. Но если говорить про расширение тестового набора, основной источник расширения – это разные примеры, которые вы сами постите где-то, читаете или видите в выступлениях. То есть то, как вы реально будете пользоваться этим. Слушай, а какие опции у нас были? Я тут пока вбивал опции. Makita, jmocket, izimok и что-то… Изimok и кастомный. Еще какой-то кастомный. А, кастомный, да. Вот. Да. Ну, потому что моки – это важная очень тема. Иногда нужно бывает все-таки что-то замокать. Допустим, если у нас есть VDE, давайте посмотрим. Есть у нас механизмы VDE, которые являются такими более-менее интеграционными. Допустим, у меня вот в этом редакторе, который я сейчас вижу, есть механизмы, которые, например, спеллинг проверяют. Если я ошибусь где-нибудь в какой-то букве. Не знаю, правда, у меня, может быть, отключен спеллинг. Давайте какой-нибудь другой пример скажу. Допустим, у нас отключена вот эта подсветка, может быть. Я, может быть, не хочу ее тестировать, потому что мне важно протестировать именно Java. Я хотел бы вот эту всю подсветку вложенную взять и отключить как-то. Потому что для теста она, например, не важна, не нужна, никак не должна работать. Или еще интереснее. В моей IDE есть механизмы, которые проверяют, допустим, обновление плагинов. То есть вот берут и говорят, что какой-то плагин апдейтит, там не апдейтит, нотификацию показывают, в интернет ходят за этим. Я, наверное, хочу это все замокать, чтобы в тестах у меня там постоянно мы не опрашивали какие-то сервера и всякое такое. И для этого нужно как-то специально позаботиться об этом. Я уже говорил, мы в основном используем настоящие реализации всех сервисов и компонентов IDE. Что мы для этого можем делать? Я вот боюсь вообще заспойлерить сейчас, потому что мы же там ждем результат опроса. Вы там голосуйте, голосуйте. Мы хотим узнать, насколько вы верите в человечество и в нас. Насколько мы прогрессивны. А я пока расскажу про моки другой природы, про моки, допустим, JDK. Представьте, что нам нужно написать тест на наш вот этот вот Selenium. Я уже говорил, что мы здесь пишем, например, на Selenium какой-нибудь тест. И тут у нас Java. Какая-то Java должна быть. То есть мы должны выбрать там Java 8 у нас или Java 11 или еще что-то. И чтобы иметь вот эти все классы, там вот WebDriver, какие-то импорты, нам нужно их откуда-то взять. То есть какая-то JDK должна быть. Мы же не будем скачивать с серверов OpenJDK Java каждый раз для тестов. Нет. И даже настоящую Java мы не будем для этого использовать. Мы ее замокаем как раз, эту саму JDK. Как мы ее замокаем? Давайте посмотрим. А как вы узнаете, что вы грамотно замокали ее? Ой, это как эта палка от трех концов, как обычно. Мы стараемся минимально жизнеспособный набор классов включать вот в эти JDK, которые вы как раз вот здесь сейчас видите. Мы создаем такой вот ненастоящий RT-JAR, в который включаем большинство классов стандартной библиотеки без реализации методов. Там застаблены все вот имплементации того, что там есть. И за счет этого, если мы откроем с вами вот этот вот каталог и сделаем там LSLH, мы увидим, что такой вот mock JDK всего весит всего 4 мегабайта. То есть там реально такой минимальный жизнеспособный набор классов стандартной библиотеки, на которых можно писать тесты. Вот это наш mock JDK. У нас есть mock JDK разных всяких версий. Если мы про Java говорим там от 1.4 до 11, может быть появится скоро там 15, если какие-то тесты будут хотеть ее использовать. И мы вот всячески вот эти mock JDK переиспользуем. Мог JDK нужен в основном, когда появляется очень много тестов на какую-то JDK, а в отсутствие этого mock JDK можно писать тесты при помощи создания вот этих самых классов. Я вот показывал, что мы можем с вами взять и добавить класс просто вот как файл в проект. То же самое с классами JDK. Мы можем взять и прямо вот так здесь взять и добавить файл по пути там какому-нибудь стандартному, допустим, вот из Java какой-нибудь Java lang string, допустим. Lang string.java. Вот берем здесь слэшики, ставим для пакетов. И вот так можем прямо взять и замокать string класс из Java, просто добавив его, как будто он есть в проекте. Это часто используется, чтобы как-то легко очень добавить какой-то класс, может быть, из Java 15. Там появился какой-нибудь новый API, да? Для теста он нужен, мы можем даже без mock JDK его так сделать. Просто в тесте его создав в виртуальной файловой системе. Это что касается всяких mock-ов вспомогательных. Еще часто бывают нужны библиотеки. По библиотеке я уже вам примерно показал, что мы используем настоящие библиотеки. Прямо те самые библиотеки, с которыми вы будете писать ваши тесты или ваш код, мы добавляем их прямо из Mavina. Вот прямо берем, и у нас есть кэш этих библиотек в тестах, то есть они не каждый раз скачиваются, но мы берем настоящие Java библиотеки для того, чтобы писать тесты. Вот в примере на Selenium у нас будет Selenium Java 3.14.15.92.5. Кто не знал, это число P в версии Selenium. Не знаю почему, но они используют число P. Так, это вот мы поговорили про разного рода mock-и, файлов, которые могут потребоваться тесту. Это JDK, Java библиотеки или там Java классы отдельные. Их можно mock-ить вот так легко. Но это, как ты понимаешь, это же не mock-и сервисов. Мы с тобой, может быть, как-то хотим сервис замокать. Если вы не проголосовали, у вас, наверное, уже не будет шанса, потому что я сейчас все заспойлерю. Так, так, погоди, не спойлери. Давай мы обнародуем результаты. Давай, давай подискутируем, верят ли в нас люди. Есть ли у нас mock-фреймворк. Да, смотри, вот 53% убеждены, что у вас mock-ita, 7% за jmocket, 13% за easymock, и 27%, включая меня, за кастомный какой-то свой... Ну, потому что я бы, например, кастомное что-то писал вот в таких вот странных случаях, как ты говоришь. Так и что же? Так, у меня вот есть такой ответ. Вот, хороший, что мы никаким не пользуемся. Вот, наверное, это близко к варианту кастом. Вот, и мы mock-аем все очень просто. Я сейчас вам как раз покажу, как мы на самом деле mock-аем без фреймворка какие-то объекты. Так, давайте посмотрим. О, погоди, погоди, да, пока ты переключаешься, может быть, ты как раз сможешь параллельно ответить на вопрос. Тут Александр спрашивает, как происходит наполнение тестовыми данными и ожиданиями. То есть храните ли вы это в облаке, в файле, генерируете или генерится отдельный тест на каждый вот случай. Так, ну мы, я показывал тест-дату, храним несколькими способами. Мы либо берем, делаем прямо тест-дату в виде файлов. Вот они, вот много тест-даты, она вся лежит здесь, да, много. Либо мы тест-дату прямо пишем прямо в коде спокойно. То есть если нам нужно что-то потестировать, прямо тут мы прямо тут и пишем. В облаке мы не храним вот такие тесты на логику, но мы храним отдельно, вот файл-хостингом, да, большие open-source проекты. Например, Spring или там Grails, на которых мы запускаем тесты на регресс. То есть мы реально берем Spring весь, да, допустим, или там вот этот Grails, на нем прогоняем все наши инспекции и смотрим, что ничего не развалилось. Вот, то есть эти OSS-проекты мы стараемся использовать как тестовую базу для идеи, вот, и на ней, как бы, тоже тестировать, что все хорошо. Вот, это тоже такой прикольный пример, как можно это все делать. Вот, отдельного своего хостинга у нас, вот, кроме такого вот простого файлового, да, для проектов у нас нет. В основном тест-дата вся живет вместе с кодом тестов. Вот, то есть она как-то рядом или в файлах, или где-то вот тут. Спасибо, слушай, извини, да, последний вопрос есть от Дэни. Как тестируете параллельную работу IDE-шек? И, наверное, на этом я бы тебя погнал, а то смотрю на время, у нас еще много всего у тебя, я знаю, есть, и что-то время прям поджимает. Да, хорошо. Мы параллельную работу IDE-шек тестируем в основном при помощи интеграционных тестов и UI-тестов. А мы сейчас как раз к UI-тестам и пойдем, и поговорим с тобой про UI-тесты. Так, про MOOC-фреймворки мы про это все поговорили. Про, значит, MOOC, вот это все я тоже рассказал вам, как делается MOOC, GDK и классы библиотеки реальных зависимостей. Давайте я вот скажу прям ремарку про то, как зависимые тоже плагины мы используем и тестируем. У нас есть некоторые наборы вариаций вот этих плагин и вместе, плагин и порознь. Например, там Spring с Котлином, Spring без Котлина. И мы такие вариации тестов отдельно запускаем. Есть специальные вот эти тест-сьюты на TeamCity у нас. И вот такие-таки варианты тестируем, чтобы как раз со-зависимости какие-то на регрессе выявить, вот если что-то будет разваливаться. У нас есть еще property-based тесты. Я вот так про него пробегусь и расскажу, что у нас есть вот такие вот варианты протестировать что-то странное, например, хаотичную какую-то активность в редакторе. Ну, представь, человек заходит и что-нибудь люто-бешено type it или там добавляет комментарии, удаляет комментарии. Для этого у нас есть property-based тесты. Они базируются на нашей собственной библиотеке под названием JetCheck, которая позволяет их как раз организовать. Они, эти самые тесты у нас более-менее дженериковые, там для Java, для Kotlin и других языков. И вот эту библиотеку вы можете использовать даже в своих тестах, которые никак не связаны с IDE. То есть этот JetCheck – это общая библиотека property-based тестов для Java. Вот, можете заглянуть, поюзать ее, она довольно хорошая и полезная. Так, а мы перейдем как раз к вкусному, да, как end-to-end что-то протестировать. Ты говорил, ты создаешь проект для спринга в идее, да. Ты там нажимаешь создать проект, вот new project, выбираешь какие-то библиотеки здесь и там понеслась. Что-то там создается, да. И вот этот флоу, он сложный. Там реально вот как бы разверзаются небеса, скачивается спринг-стартер какой-то, да, и много всего происходит. Мы пишем на этот вот такие вот вещи, да, UI-тесты. Вот как бы грешен, пишу UI-тесты. Вот нужно бывает протестировать, что иконки не поехали, что шрифты правильные, что все механизмы IDE работают так, как ожидается. Для этого у нас есть вот такой вот подход с UI-тестами, которые похожи на тесты веб, которые похожи на ваши Selenium-тесты. И они, в принципе, используют все известные вещи. Например, мы используем для тестов FestSpring. Вот это такая известная свинг, sorry. Это известная такая библиотека для свинг-приложений. Но мы написали поверх этой библиотеки инфраструктуру для тестирования IDE самой. То есть там много у нас сделано в этом направлении. Есть такая библиотечка IntelliJ UI-тест-робот, куда вы можете заглянуть и увидеть там туториал, как написать такой UI-тест. Что мы там делаем? Вот так вкратце для вас. Мы запускаем настоящую IDE. Вот прям берем и запускаем ее на каком-то компьютере или на какой-то виртуалке. Там запускаем ваш плагин, который тестируется, ну или наш плагин, который тестируется, с специальным агентом, вот этим робот-сервер-плагином, который обеспечивает доступ к IDE по сети. И наш тест берет и отправляет команды IDE, там найди элемент, найди там какой-то UI-компонент, выполни JavaScript и взаимодействует с IDE, как это делал бы WebDriver и Selenium. То есть вы, наверное, знаете, что таких подходов много, похожих. Это Apium, Vinium. В принципе распространенный подход, и вот многие так делают для тестирования своих приложений. Мы такую вот штуку тоже написали. Что мы там делаем? Мы в основном используем X-Path для поиска элементов на экране. Для этого мы написали собственную обвязку поверх свинга, которая позволяет при помощи X-Path искать элементы. И мы еще умеем исполнять JavaScript. Давайте я примерно покажу, как это выглядит, чтобы вам было интересно. Так, ну давайте представим, что у меня здесь вот есть какой-то IDE. Давайте я вот прямо... Так, сейчас обновим страничку и посмотрим, что... X-Path ты сказал. Я думаю, тут у многих так X-Path нет. Ну что он сказал X-Path? Юрий, вот что ты. Да-да-да. Какой ты пример подаешь? Ну, ясно. Слушай, а эту библиотечку... Да, пока вот ты делаешь, я хотел спросить. Вот эту библиотечку, которую ты сказал, я, кстати, все ссылочки кинул в чате, в Телеграме, в котором вы по-прежнему можете задавать вопросы. Эту штуку можно использовать для себя. То есть какие задачи можно решить, ну помимо там, не знаю, я IDE не пишу, да. Что можно с ней делать? Ну да, на самом деле она полезна в основном разработчикам плагинов. То есть если вы написали какой-то плагин к IDE, тогда она могла бы быть вам полезна. Я знаю, что ребята из Амазона, например, которые пишут поддержку Amazon Cloud для JetBrains IDE, они, например, пишут тесты с этой библиотекой. Некоторые другие сторонние вендоры тоже используют эту библиотеку для того, чтобы UI-тесты написать. Особенно те, у кого много UI какого-то, VDE. Это полезная библиотека именно для плагин-девелоперов. Наверное, она вам не нужна, если вы не пишете плагин. Но там можно подсмотреть какие-нибудь интересные технические решения. Например, как JavaScript исполнить, если вы в Java хотите JavaScript исполнить. Так, давайте я продолжу говорить тогда, раз у меня там не открывается эта штука. Так, про поиск про X-Pass. Коротко. Почему X-Pass? Прямо почему у нее что-то там другое? X-Pass для нас – это самый переносимый способ что-то найти в любом приложении. Что в вебе, что в десктопе, что на мобильном девайсе. То есть вот этот X-Pass – это вроде бы такое неизбежное зло. Кажется, что плохо, они многословные, что-то сложное. Но зато на X-Pass можно выразить какие-то пути в юдер-интерфейсе, которые не имеют хороших идентификаторов. Или если они сложные. На X-Pass это можно сделать. Вот на примере у нас здесь есть поиск по атрибуту accessible name. Вот мы отдельно берем и что-то здесь делаем. Или поиск по классам. И вот эти классы – это реальные классы Java UI компонентов, которые там есть в памяти. Вот так можно это делать. И X-Pass тут нам очень помогает. Он одинаковый. Если человек писал когда-то тесты на Selenium, он сможет тесты написать для IntelliJ IDEA с этим X-Pass. В этом плане это все несложно. Так, как мы исполняем JavaScript? Давайте расскажу коротко. Для Java есть два способа исполнить JavaScript какой-то на стороне Java. Но один живой, а другой нет. К сожалению, вариант с Носхороном, он как бы уже умер. В JDK 15 его здесь приятели. И хороший способ остался один. Вот знаете, если вам нужно исполнить какой-то JavaScript, для этого есть библиотека Ryan от Mozilla. Она хорошая. Она нам позволяет в том числе в тестах исполнять JavaScript на стороне IDE удаленной. Вот довольно хорошая штука. И мы реально такой JavaScript пишем. Вот тут есть у нас такой примерчик, что мы берем и пишем код на JavaScript, как будто бы он взаимодействует с IDE изнутри. То есть как будто там вот это все исполняется, и там это будет сделано. При помощи как раз берем текст этого самого JavaScript и посылаем по сети в нашу IDE, где его исполняем. Что еще у нас есть? У нас есть гора старых ноутбуков в компании, которые должны приносить пользу. Мы их берем и собираем вот так, когда еще можно было их собирать в офисе в доисторические времена, и кладем их в серверную. То есть наши все вот эти MacBook'и собираем и в серверную запихиваем, чтобы на них запускать тесты. Как раз вот такие UI'ные, которые ходят в UI IDE. У нас есть такой вот парк машин разношерстных. У нас есть старые MacBook'и, у нас есть там реальные какие-то железки новые, которые специально под это сделаны. Есть Docker контейнеры, где запускается Linux, XFACE-E и X11. И мы написали для вот этого зоопарка специальное приложение, специальное веб-приложение, вот такое вот под названием Robot Registry. Это аналог, наверное, Селеноид UI. Если вы пишете тесты для Вема, вы, может быть, сталкивались в интернете, читали про Селеноид для запуска UI-тестов в Docker контейнерах и браузеров в Docker контейнерах. И мы похожую штуку написали для IDE. И вот такой вот Robert Registry позволяет нам запускать IDE на нашем зоопарке машин и запускать там тесты. И даже когда мы запускаем тесты локально, вот если бы я сейчас запустил тест на своей машине, мой тест может использовать одну из машин, доступных через этот Robot Registry. Вот такой вот удобный реестр тестовых инвайоментов. Его же мы используем для разбора тестов. То есть если у нас что-то попадало, мы можем пойти вот в этот UI, зарезервировать здесь машинку и на ней при помощи VNC, вот здесь есть VNC-подключение, подключиться и протестировать то же самое, что упало, проверить, а в чем вообще дело было. То есть разбор тестов тоже упрощает. Про иерархию X-Path я вот покажу вам, как это выглядит для нас вот в этом самом Robot Registry. Можно посмотреть на UI-компоненты, как они вот с точки зрения структуры выглядят. Без отладчика. То есть мы распечатываем всю иерархию в виде дом-дерева, как если бы это было веб-приложение. Представляешь, Сева, когда мы сконвертили десктоп-приложение в веб-приложение, чтобы его протестировать. Ну, что я могу сказать. Вы, конечно, те еще. Любители, значит, заняться вебом. В общем, вам очень хотелось сделать из десктопа веб. Я понял. Да, да, да. Но это просто общий знаменатель. Понимаете, UI-тесты на вебе писать уже понятно, когда специалисты знают, как это делается. Если все свести к дом-деревьям, и к спасу, и действиям с ними, то получаются такие же тесты, как на вебе, что довольно полезно и удобно для автоматизации. Слушай, а вот то, что тут Володя спрашивает, а такое вот дерево-компонент для любого свинг-приложения можно сделать? Или нужно знать какие-то хаки, или где-то есть подводные? Да, безусловно, это можно сделать для любого свинг-приложения. В нашей библиотеке IntelliJ, вот этот Remote Robot, есть как раз такой код, который для любого свинг-приложения распечатывает дом-дерево, вот это, да, загляните туда, этот код можно оттуда утащить, он под лицензией Apache 2.0, то есть вы можете его просто взять оттуда, ваше доступ-приложение для тестирования, и получать вот такие вот дом-деревья вашего свинг-приложения. Может быть полезно, если у вас какой-то интерпрайс кровавый, где все еще есть свинг-приложение, можно тоже вот так распечатывать, что там на экране сейчас есть. Вот это более-менее универсальная вещь. Она использует векторный буфер, то есть она берет ваше свинг-приложение, вот любое, да, и пытается его отрисовать, как будто бы в память, то есть как будто вот мы рисуем сейчас на невидимом холсте, и мы вот эту отрисовку запоминаем в виде деревьев этих самых. Вот такая вот магия, как это уличная. Так, как мы разбираем тесты? Для разбора тестов у нас тоже есть свой веб-сервис, в котором мы видим все упавшие шаги, скриншоты по ним, и даже сравнение скриншотов при помощи механизмов распознавания изображений. Мы используем для этого известную библиотеку Ashot. Если вы пишете тесты для веба, я вам тоже ее советую. Эта библиотека хорошо интегрируется с селениумом, с селенидом. Вы можете ее использовать. И написать визуальное распознавание ваших картиночек, сравнение там иконок, шрифтов, визуальные регрессии искать при помощи этой библиотеки. Она полезна не только нам в десктопе, но и на вебе она тоже полезна. Рекомендую, пробуйте. Библиотеку делали в компании Яндекс. Такая известная, хорошая библиотека для визуальных проверок. Еще коротко хотел бы рассказать, как мы работаем, и подчеркнуть, почему мы дошли до жизни такой. Самая важная вещь, которую мы делаем, мы сами используем свои продукты. Каждый день я начинаю свой рабочий день с того, что обновляю IDE на ночную сборку. И вот беру вот такой вот самый свежий билд, который построился несколько часов назад, и меня ждет там работа целый день на этом билде. Поэтому многие баги, многие проблемы мы находим сразу по мере работы просто над продуктом. Это вот важный аспект нашей работы в JetBrains. Как это страдаем. Сначала страдаем мы, чтобы не так сильно страдали вы. Вот Севат утверждает, что он страдает, но мог бы страдать больше. Спасибо, спасибо. Кстати, слушай, тут спрашивают, при помощи плагина есть возможность управлять сразу несколькими IDE на машине, или вот как-то решается эта проблема по-другому? Да, при помощи вот этой библиотеки можно управлять многими IDE. То есть она позволяет поднять connection к нескольким в том числе. Не то, чтобы это прям сильно нужно для наших years-кейсов поднимать кучу IDE, но можно и локально несколько экземпляров поднять для теста, и удаленно тоже. Но это же не мессенджер, это же не какая-то чат-платформа, поэтому не так часто мы это делаем. То есть великого смысла в этом нет. Хотя такой регресс мы иногда делаем, что там две IDE нормально запускаются вместе и не конфликтуют. Слушай, а вот тестируете ли вы приложения на разных устройствах, именно разрешениях экрана в смысле, да, то есть не всегда робот, например, может попадать точно по пикселям, да, то есть ты сказал, что вы используете X-пассы, да, это все понятно, но есть ли проблема с тем, что нужны точные координаты и из-за разрешения все это плывет? Да, мы используем много разных машин, вот на этом скриншоте видно, что тут есть Linux, есть Windows, есть где-то там Макбуки, есть Ubuntu, еще что-то. Используем разные машины и скриншоты там тоже разные, как вы могли догадаться, да. Чтобы проверки у нас не были флаки, да, чтобы они не флаковали, мы используем в нашем веб-сервисе, сейчас если откроется у меня, покажу, как это, ну или вот здесь вот найдем, вот тут вот видно, давайте покажу. Так, вот. Вот, на этом скриншоте вот здесь такие контролы у нас, красненький и синенький прямоугольничек, которые позволяют включить какую-то область для сравнения или исключить какую-то область из сравнения, да, в том числе учитывая операционку. Здесь у нас есть Linux, Windows, MacOS, то есть мы подразделяем скриншоты по операционкам, мы можем в скриншотах исключать какие-то детали, которые не важны, например, видишь, вот ширина у меня панели разная, да, вот такая панель и вот такая панель, это как раз разные были разрешения экрана. Но оба эти скриншоты валидные, и мы оба их помечаем, что они ожидаемые, вот есть галочка, что пометить как ожидаемый. То есть у нас наборы скриншотов большие, по каждому тесту много скриншотов с разной операционкой и с разным разрешением экрана. Вот так мы как бы выходим из положения со скриншотами. И мы написали себе вот такой тоже веб-сервис, как раз вот спрашивали, где ваша тест-дата лежит. Наша тест-дата для скриншотов лежит в веб-сервисе, не в тестах. И в этом веб-сервисе мы можем пометить новый упавший скриншот как expected. Если мы ожидали это изменение, мы просто пометим его как expected для какой-то версии, и он больше не будет там падать. То есть у нас как бы вот такой специальный инфраструктурный сервис в компании используется для скриншотов. Так, что мы еще говорим? Слушай, что мы тут еще упустили, потому что у нас тут пара минут остается, а я бы еще хотел, чтобы ты какие-то вот итоги сказал. То есть я слышал, ты назвал много разных инструментов, подходов, которые используются. Хотелось бы вот какой-то итог. Ну и вот у нас две минуточки еще остается. Я не знаю, смотри, успеешь ли что-то еще зацепить. Да, чтобы я хотел просто подытожить, наверное, уже раз у нас времени очень много, у нас много всего есть для автотестов. У нас есть и функциональные тесты, и property-based тесты, и для performance-тестов, которые мы не успели сегодня посмотреть. Есть тоже обвязка понятная, как в VDE померить performance, и как его запустить. Все это есть в нашей IntelliJ IDEA Community Edition, и лежит в исходниках на GitHub. Вот я призываю вас прямо вот пройти вот до, давайте я вот докликаю до этого слайда важного, до слайда со ссылками. Здесь у нас есть документация также по нашей разработке плагинов, где тоже освещаются вопросы тестов. Там есть то, как писать тесты. Заглядывайте туда, и там вы узнаете в том числе, как вот написать тесты на ваш плагин, если вам такое потребуется. Как функциональный, так и UI-тест, если будет нужно. Слушай, круто. Мне кажется, вот можно на самом деле по каким-то кусочкам кода, которые есть в open source и доступны, как ты сказал, в IntelliJ Community Edition, смотреть реально, как там что-то вы делаете. И это прям круто. Я, наверное, хочу так вот от себя, что я сегодня услышал такого интересного. Ты рассказал, какой фреймворк для макирования вы используете. И ты сказал, что вы какой-то не используете, а все в чистую тестируете, но с небольшими замечаниями. Помимо этого, ты рассказал, что у вас был, вы используете в основном JUnit 3 для тестов, но в том числе у вас есть тесты, которые вы пишете на Kotlin и на JUnit 5, по крайней мере, это было видно на слайдах. Что еще было? Ты рассказал, что у вас используется тестирование Swing-приложения, потому что у вас десктопное приложение, которое написано на Swing, и, соответственно, у вас есть способы обвязать это приложение как веб-приложение. Как сделать как веб, и чтобы тем, кто, например, приходит к вам тестировать десктоп, не было некомфортно. Также вы можете генерить такой X-Pass, и, соответственно, с помощью этих X-Pass используя уже инструменты, которые доступны это тестировать. Ну и, соответственно, есть там Ashot, вы используете свои какие-то пишете, типа JetCheck и так далее, и робот, IntelliJ UI Test Robot. Вроде я ничего не пропустил, и к нам тут подключают Таню, чтобы нас тут всех разогнать в Zoom-комнатную. Ну что ты так прямо с себя строго. Ну что, мне кажется, что у вас вообще была очень замечательная дискуссия, и очень интересный доклад, и большое спасибо вам за это. Вообще я вот слушала тоже и получила огромное удовольствие. Приходите в дискуссионку. Да, я предлагаю вам, собственно, всем и нашим слушателям тоже отправиться сейчас в дискуссионную комнату в Zoom. Вот, ссылочка доступна вам в чате. Пожалуйста, переходите туда, и туда вот буквально через пару минут подойдут Сева и Юра и продолжат с вами замечательное общение. Вот. Что? Было... Все, да? Расходимся? Было очень классно. Спасибо, Таня. Юра, спасибо. Ребята, приходите в Zoom, общаемся еще там, и можно будет задавать вопросы еще там. Класс, класс. Я доволен. Прямо было классно. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода, Сэр Негода. Продолжение следует...